сегодня я хочу снять видео тег как я снимаю видео мне кажется это очень интересная тема для начинающих блогеров я выписала себе на листочек вопросы из этого тега также я хочу чтобы посмотрели видео моей сестры на эту тему она очень грамотно все объясняет и я с ней вообще солидарна на сто процентов но попробую все-таки какие-то вопросы ответить от себя и так начнем первый вопрос чем вы снимаете свои видео видеокамера фотоаппарат телефон укажите марку я снимаю свои видео такого формата где с вами общаюсь и или макияжные видео на камеру canon mark 35 д вот это кайфовая камера безусловно она специально для видеосъемки больше чем для фото но естественно фотографии на нее тоже шикарные получаются это великолепная камера я очень довольна единственный минус цена я очень сильно захотела эту камеру потому что для меня было важно снимать очень и очень качественное видео именно макияжные я начала с макияжных видео и я подумала что качество должно быть просто неотразима и купила эту камеру слава богу до кризиса она стоила дешевле чем сейчас в логовые видео я кусочки стараюсь некоторые снимать на нее но естественно влоги снимать на камеру can mark 3 это нереально то что она очень тяжелая влоги я снимаю на телефон и на вот canon некоторые там какие-то моменты которые я могу снять но качество телефона меня максимально не устраивает я иногда даже очень расстраиваюсь когда монтирую видео потому что телефон особенно фронтальная камера не передают не атмосферы не передают звук это тот который должен быть и от этого влоги не такие интересные не такие впечатляющие поэтому я очень сильно мечтаю о другой камере я точно название не помню тоже помог canon она в общем с фронтальной камеры переворачивается на себя и качество ее по моему похоже на mark 3 но она компактная маленькая и на себя переворачивается как дисплей также извините я хочу быстро пройтись по свету свет это немаловажная часть для съемки потому что камера камерой но когда у меня не было света да зайка входи-ходи кисель я испугалась ты проснулась я тебя разбудила так снимаем видео мам тебе надо позвонить кому тренеру а ты мне должна была напомнить перед сном ну ладно хоть раз напомнил а вы мне дадите снять видео доснимать иду-иду данюль итак и по поводу света у меня два софтбокса с постоянным холодным светом я снимала на теплый свет но это ужасно для макияжных видео вот посмотрите здесь я вам приведу пример поэтому если вы планируете снимать макияжные видео и даже не макияжные любые вот такие видео где вы общаетесь идеальный цвет свет это холодный свет и вот мне кажется рассеянный свет от вот софтбоксов окей поехали дальше если монтируете в какой программе сколько времени уходит на монтаж и загрузку я монтирую сама естественно потому что мне это очень сильно нравится у меня программа файл кард pro x я монтирую достаточно быстро я иногда себе напоминаю человека из какого-то фильма хакера просто у меня пальцы вот так сами не глядя уже монтируют у меня муж иногда просто не понимает как я это делаю а у меня настолько уже отточены все эти движения нарезки а всякие там разные штуки дрюки всякие эффекты поэтому монтируя быстро я и 20 минутный влог могу смонтировать там ну за час пускай так максимум загружаю я видео из программы минут 15 и на youtube минут 15 минут 20 мне нужно чтобы заполнить еще описание сделать картинку на видео вот такие вот моменты так третий вопрос как вы настраиваетесь на съемку никак не настраиваюсь не беру и снимаю 4 вопрос готовите сюжет заранее или импровизируете или есть ли у вас тетрадь со сценариями я пробовала там писать в начале своего пути какие-то сценарии даже записывала текст который потом накладывала на видео но все это очень естественно и на самом деле очень запарно вот поэтому я не готовлю сценарий у меня вот сегодня буквально там сниму видео сниму окей или запрос какой-нибудь поступил сниму по запросу сниму по запросу но некоторые скажем так в голове когда у меня идея возникает обязательно и записываю о надо снять такое видео записала надо снять такое видео записала и потом когда какие-то идеи или вдохновение кончается я просто залезаю в тетрадку да у меня есть тетрадка сейчас я мою покажу даже нет другом столе такая тетрадка мечтай блокнот творческого человека есть какие-то заметочки и мне нравится то здесь какие цветные веселые странички с какими-то воодушевляющими текстами вот вот такая тетрадка у меня до для ютуба сейчас я не делаю расписание я просто четко знаю то что два раза в неделю надо снять видео в пятницу у нас банда лайф влоги и во вторник завтра вторник во вторник должно быть видео beauty или теги или что-то в таком плане пятый вопрос помогают родные в съемке видео есть ли у вас оператор с операторами нет меня нет оператора я сама все снимаю сама все монтирую но у меня был опыт я снимала с оператором с мальчиком великолепный талантливый оператор но это тяжело во первых тяжело в том смысле что еще кто-то находится ты должен что-то объяснять рассказывать когда ты ошибаешься в в общем не комфортно не прикольно нет влоги я тоже снимаю сама оператора не привлекаю вот единственное что фэшн такие видео но тоже снимал меня оператор а девчонки помогали мои шестой вопрос снимаете в абсолютной тишине или вас не беспокоит чье-то присутствие в начале меня очень сильно беспокоило что-то присутствует даже за дверью если я знала что в квартире кто-то есть мне это очень сильно напрягало я говорила вот так вот полголоса значит сегодня я вам расскажу о своем уходе и думала про себя блин куда мне то не слышал ну естественно лучше абсолютная тишина чтобы вас звуки не беспокоили какие-то и меня не отвлекали следующий вопрос показываете ли вы свои видео перед публикации близкому чтобы оценили в начале своего пути опять таки естественно я показывал я отсылала сестре это самый мой лучший советник и вообще человек которому я доверяю вот естественно я отсылала сестре и подругам вообще самые мои первые видео их уже даже нет на моем канале потому что у меня там проблемы с авторским правом я под какие-то там песни знаменитости делала эти видео и чтобы не было проблем я их удалила просто вот многие видео мои вообще не выходят в эфир потому что у меня были проблемы со светом я не понимала в настройках как разобраться когда на камере был пересвет я не знала как это убрать поэтому очень много видео не вышли в эфир и слава богу какое из своих видео вы считаете наиболее удачным когда у меня увидел лёша это видео он просто и вот так оно впечатлило он вот так смотрел и говорил круто там просто макросъемка на макро объектив именно глаза очень эффектно смотрится но у меня так мало просмотров на нем я не знаю с чем это связано мне очень нравится именно видео о стрелках пересматриваете ли вы свои видео да я пересматриваю свои видео то есть когда я монтирую я пересматриваю их не раз и когда загружаю тоже я пересматриваю их несколько раз а иногда даже старые пересматриваю чтобы сравнить прогресс десятый вопрос после публикации видео ждете комментариев или выключаете компьютер я выключаю компьютер конечно я жду комментариев больше того скажу потому что ну вот я например сравниваю в чем-то в деятельность блогеров с актерами не потому что я играю и актерскую игру а потому что ну какой актер без зрителей но если ты учишь там текст я имею два в актерах готовишь костюм как-то к этому морально подготавливаешь все выходишь на сцену а на сцене два человека и два хлопка наверное актеры не мечтают о таком также блогеры естественно им важно мнение людей естественным важно ваше внимание это очень важно это делается для зрителей и конечно хочется получить в ответ комментарий поэтому я жду комментарии и мне безумно приятно когда они поступают после того как я загружу видео 11 вопрос предпочитаете или остаться за кадром или всегда в кадре я всегда в кадре 12 вопрос после публикации видео вы чувствуете прилив сил вдохновление или наоборот чувствуете себя выжатым лимоном я чувствую себя выжатым лимоном когда нету реакции потому что проделано огромное количество работы это съемка на протяжении недели монтаж иногда ночами потому что я там укладываю детей и монтирую видео я вкладываю это ну очень много своей души и когда не получаю обратной связи я вот чувствую себя как выжатый лимон 12 вопрос считаю считают ли ваши близкие съемки видео бесполезным бесполезной трата времени или рассчитывают что вы станете известным блогером и будете зарабатывать в начале пути никто никогда любую вашу затею будь она самой перспективы нас на свете пока вы не покажете результатов не будет считать ее перспективной рассчитывают ли что я буду зарабатывать деньги стану безвестным блогером опять-таки пока нет результатов и нету никаких к этому надежд что будет то и будет я снимаю видео а дальше уж посмотрим и последний вопрос несколько советов начинающим блогерам и я очень очень сильно хочу посоветовать начинающим блогерам ничего не ждать вот об этом тоже будет говорить насти она говорит настолько правильные слова видео которое я оставлю ссылку я сделала ряд ошибок перед тем как начать я зарегистрировала в тринадцатом году канал и только через где-то полтора-два года я начала снимать видео и выкладывать их а до этого я там ждала камеру сначала потом не могла разобраться в настройках потом не понимала какой свет должен быть потом у меня бы я была беременна и у меня оказалось слишком толстое лицо в кадре я не снимала а потом кто-то несколько раз обосрал извините мои видео и меня руки опустили не руки опустились просто подумала ну да наверное это фигня вот ну в общем не слушайте никому ну бы вам по-любому будут говорить начале там может быть друзья хихикать смеют там на видео или или вы будете смотреть на это как-то странно и чувствовать что я делаю ну типа а потом вы идете во вкус это очень здорово это очень интересно а тем более когда у вас уже начинается обратная связь с вашим зрителем это вообще классно самое что мы теряем это время время уже не купить время оно и уйдет и все если бы я начала снимать тринадцатом году сейчас бы пускай на айфон пускай с дурацким качеством дурацким светом но я бы начала уже и и если вам так уж не не будут нравиться первые ваши видео можно их удалить но я за то чтобы не удалять первые видео чтобы зритель тоже видел ваш прогресс и вы будете для себя знать что у вас будет классное качество в будущем да вы купите себе эту камеру вот например сейчас я снимаю влоги на айфон но я могла бы их не снимать а ждать пока у меня появится классная камера и вот она у меня там появится через год и только тогда я начну не ждите не вот прям начинайте прямо сегодня и сейчас и и у вас будет и опыта нарабатываться и подписчики прибавляться если вы не будете снимать а будете ждать камеру вас будет пустота ничего спасибо что были со мной до новых встреч подписывайтесь на мой канал и будьте со мной почему бы нет все пока